Аляска, тайга. На сегодня у нас часть семнадцатая. Семнадцать и ичок. Ставьте ваши нравлица и заходите в избушку. У нас здесь тёпленько и прохладненько одновременно. Кому как надо. Наливайте чашечку кохве. А на сегодня у нас часть семнадцатая. Продолжаем. И Андрей, прильнувший было ухом к ставню, отвалился к стене и утомлённо провёл ладонью по своим волосам. И откуда-то запахло пороховым дымом. Он понюхал руки, и это от них пахло порохом. И сразу же вспомнился ему сегодняшний бой. Андрей страдальчески поморщился. Для него было мукой стрелять в людей. Он прям насиловал свою душу, когда вынужден был делать это. Защищая свою жизнь. Но пинка и шапрона он убил бы без насилия над душой. «Ни пинк, ни астор карту от меня никогда не получат!» Вдруг неожиданно для себя громко сказал он. И Македон Иванович вдруг быстро поднялся. А так мах и поднялся. Крепко провёл по лицу рукой. И сказал так, будто только что разговаривал с Андреем. «А не лучше ли вам сжечь эту карту?» «Да! Синим пламенем!» «А?» «К чёртовой матери! Сжечь эту карту!» «На кой чёрт она сдалась?» «М?» Но Андрей ничего не ответил. Но глаза его сверкнули зло и сильно. И капитан пощупал растрепавшиеся во сне усы. В разные стороны. «Не поможет и это. О, не поможет. Если вы даже уничтожите ту карту. Пинки Шапрон будут вас на костре по индейскому способу поджаривать. Лишь бы таки выпытать о ту дорогу до золота». «А даже и пытками они ничего не добьются от меня. А карту я должен вернуть вождю Тынихов. И тени подозрений не должно падать на меня русского человека». Македон Иванович одобрительно кракнул. А Андрей, точно сорвавшись, заговорил жарко и торопливо. «Я готов сейчас же немедленно отдать жизнь, лишь бы только защитить моих Тынихов, чтобы никто их не обижал, никогда не унижал, чтобы не погиб этот древний и гордый народ». «У меня на душе аж жжет, когда я только подумаю, что может быть. Скоро от Тынихов останется десяток не людей даже, а десяток экземпляров», как сказал шаромыжник петербургский этот, Шапрон. «До то ли угрюмая синева Андреевский глаз сейчас пылала отвагой и дерзостью, будто он в одиночку вышел сражаться со всем миром. Но он был не одинок. Дед Македон Иванович внимательно слушал Андрея и токи кивал ему согласно и очень спокойно. Но в душе, в душе рвался помочь своему другу так страстно и с такой силой, с какой отец стремится избавить от сердечной боли и горя своего любимого ребенка». И капитан поднялся с лавки и сказал с грубоватой лаской, «Все ясно, Ангелуша». «Не ясно токи одно. Где и как вы встретитесь с этим красным омблаком?» «А способ для этого токи один». «Угу». «Придется нам отступать». «Угу». «Никуды, нигде нести». И Андрей аж дрогнул лицом. «Как, вы сказали нам отступать?» «Да, нам отступать», коротко отрезал Македон Иванович. «А неужто я вас одного отпущу?» «Судьба нас вела, судьбинушка». «И все. И разведет токи смерть. Да не глядите вы так на меня, такими баранними глазами. Мне и самому размятися хотелось, а то штаны вообще клавком присохнуть». «Македон Иванович, да вы ж сумасшедший!» «Изволнованно сказал Андрей. «А вы?» «Шо вытарочился?» «А?» «Ты ж такой же!» «Токи прикидывайся тихоньким!» «А внутри у вас, о-о-о, вулкан, дым и пламня!» И капитан вытащил платок со сражением и громово высморкался в него, что было у него признаком большого-большого волнения. «А теперь обсудим, куда, в какую сторону и какой дорогой ретироваться будем». «М?» «Ваше мнение, Корнетт?» «Полагаю, господин капитан, что дорога для отступления только одна, та, которая и пришел сюда, с индейцами. А иных дорог для связи ретута с внутренними областями страны других дорог просто не существует». «О-о-о, мысля отменная!» «Хм, а другой дороги, врышь, значит, не существует?» «Ну да, я просто другой дороги даже и не вижу». «О-о-о, вот этим и плоха ваша дорога, Андрей Федорович!» «Ведь этот пинг и шапрон, они что же другой дороги не видят?» «И значит, эту, единственную нашу дорогу, либо перегородят заставами, либо пошлют за нами погоню». «Угу, и в хвост как нам вцеплятся!» «И все!» «Шо облимаешь?» «Согласны?» «Согласен!» «Но ведь другого выбора у нас просто нет!» И тут Македон Иванович ничего не ответил. Он ходил по избушке. «Туды, потом сюды, тунды-сунды», заложив ладони под мышки и шевеля в раздумьях бровями. «А существует, существует, Андрей Федорович, еще одна дорога!» Вдруг остановился он, наконец, и вытащил ладони из-под мышек. «От так и не знаю, можно ли ее в полном смысле дорогой назвать. Через хребет! Через хребет святого Ильи! Святого Илючи!» «З Ильи мы спустимся в Канаду, к форту Селькерк. А форт той стоит на Юконе. По Юкону и выйдем мы снова на Аляску. И ищите тогда вашего индиянского вождя!» «Да через Илью не только дорог, там даже тропок нету!» «Что, по следам горных козлов пойдем?» «Угу, попрыгаем!» «Мы с Женей и по козлиным следам прошли!» «И ничего!» «Допрыгали?» «Допрыгались, а!» Глухо ответил капитан. И Андрей смутился, не зная, что на это сказать. «Як баран на нови ворота!» Неосторожным своим сомнением он заставил Македона Ивановича вспомнить об их трагическом для Дженни походе через святого Илью. Капитан тоже долго молчал, будто вглядывался печально в те далекие-далекие годы. «Я во всем полагаюсь на вас, Македон Иванович!» После тяжелой паузы сказал доверчиво Андрей. «Вот куда поведете меня? Туда я и пойду!» «А-а-а! За доверие великое спасибо, Ангелуша!» И потеплел голос капитана. «Потеплели бровы!» «А коли на этом порешили, начнем сбиратися!» «Сбиратися в поход!» «Отец-нарцисс!» «Отец-нарцисс!» «Чув, шо кажу!» «А ты не с нами, Ли?» «Не по дороге нам?» «Разойдутся наши тропы, Македонушка!» «И сойдутся ли?» «Даже и не знаю!» И темные, меченые цингой губы, губы монаха задрожали вдруг. «К чадам моим возлюбленным, новокрещенным!» «На совсем ухожу!» «С ними и буду век свой доживать!» «Охранять их буду, сколь смогу!» «Ибо чую, погубят их теперь страшно и всеконечно!» «Видел я в Икагмюте папистов и изиутов, протестантов, баптистов и прочих сектаторов!» «Прилетели уж!» «Веселые, сытые, своей святостью гордые!» «Ох, хватился монах, когда смерть в головах! Ох, хватился!» Тихо и задумчиво обронил Македон Иванович Македон и некоторое время молчал. «Ну да! Напомни-ка зи про смерть, то буде бэкать!» «Ха-ха-ха! То буде бэкать! Он ты замбэкала!» «Только и сказал он!» «А потом взял в обе руки волосатую руку, волосатую большую руку отца-нарцисса и поцеловал ее!» «Быть табе, отче, в раю за доброту твою!» «Че як ты там кажешь? Бога для!» «Да! Ото! Ото Бога для!» «Орае Господне мне пустослов, дурак!» «Не пустослов! Не можно так!» Гердито выдернул руку монах. «Ты лучше скажи, собак своих мне дашь?» «Я сюда на Байдаре приплыл!» «Без отдачи возьму!» «Чего надо, все бери!» «В кладовушке ружьишек десяток вон там висит!» «Бери! Забирай! Мне ничего не нужно!» «Индиянам отдай!» «Они ружьишкам дело найдут!» «Постой-ка, Македон Иванович!» Внезапно остановил Андрей Капитана, вытянув к нему руку. «Постойте! Слышите! За палисадом собаки лают! На человека лают!» «Чего?» И все затихли, прислушиваясь. Приглушенный собачий лай звучал напористо, тревожно. И тотчас на дворе гулко залаял молчан. «Тревога! Ружью!» «Как закричал дед Македон Иванович!» И схватил медвежатник и выбежал из избушки. Андрей и нарцисс также с ружьями повыбегали вслед за ним. На дворе услышали, что вредутные ворота бьют чем-то тяжелым, наверное, прикладом. Собаки за палисадом уже не лаяли, а выли злобно и беспощадно. «А ну, отойди от ворот! Стрелять буду!» Как крикнет капитан. «Вы кто? Кто такие?» «Друзья пришли! Отпирайте!» Закричал за воротами по-английски молодой и сильный голос. «Ну, открывайте же!» «А друзья ночью не приходят!» Тоже по-английски крикнул капитан. Открыв смотровую форточку, он высунул ружье. «А ну, отойди!» «Стреляю!» «Седая голова!» «Я пришла к тебе!» Сказала несмело за воротами. Сказал этот женский голос. Женщина говорила по-индейски. «Хм!» «Чего это не пойму!» «Или это послышалось мне!» Стих Македон Иванович. «Это Айвика!» Закричал Андрей, хватаясь за засов. Айвика медленно и ласково гладила руки Андрея. «Ты звал меня Добрая Гагара?» Звал Айвика. «Я услышала!» «Я пришла!» Девушка порывисто обхватила Андрея за шею и прижалась к его щеке пылающим лицом и ресницами, полными горячих слез. Потом также порывисто отклонилась с улыбкой виноватой, беспомощной и такой нежной. «А, вот почему девчонка так рвалась сюда, в форт!» Весело сказал за спиной Андрея молодой сочный бас. Андрей обернулся и только теперь разглядел, как следует людей, пришедших на редут вместе с Айвикой. Их было двое. Два трэпера. Давайте, ребята, поясним, кто не знает. Трэперы – это, по-нашему, охотники. От слова «трэп» – ловушка. Английский «трэп» – ловушки ставят они. Ну, и, наверное, это промысловики, по-нашему. «Промысел 2021» в Канаде, Аляска. «Трэпер». «Трэп» – это ловушка, пастка по-украински. Ну, в общем, короче, те, кто ставят вот эти вот кулемки, ловушки, трэперы. Мне нравится это название. «Трэп». Есть две «П» по-английски. «Трэппер». Тут пишется, кстати, «траппер», но я знаю, что «трэпер». «Трэпер» у меня так больше правильно. В общем, записали, намотали на вуз, а теперь поехали дальше. Их было двое, два трэпера. Один широкоплечий и широкогрудый, массивный и очень высокий. Даже выше Македона Ивановича. «А? Велика тычка! А дурная ктылычка!» Судя по широкому прочному подбородку и выступающим крупным и длинным зубам, это был явно американец. Во всем его огромном теле чувствовалась скрытая сила, но способная к быстрому, точному и опасному действию. Второй был очень красивый и очень молодой, почти даже подросток. Смуглый, с черно-смоляными, как у индейцев, но вьющимися волосами. Был, конечно, канадский француз. Канадян. «А ведь я тебя, парень, знаю!» – улыбнулся Андрей Великану. «Ведь это ты спорил с пинком! И именно ты отказался стрелять в нас!» «А ты угадал!» – заулыбался и трепер. «А ты видел, как я с одного удара сделал ему локдаун?» «Нокдаун! Негодяю этому гарпунеру с брыга!» «М? Ну да! Ха-ха-ха! Он как вой и челюсть долой! Я усё бачил!» «Ну да! Видел! Чистая работа!» «Тебе понравилось?» – польщенно спросил трепер. «Ну тогда давайте знакомиться! Меня зовут Тимати! Тимати Уомбл!» Андрей назвал своё имя, и они долго тискали друг другу руки. «Спасибо тебе, Тимати, и за то, что спас нашего отца, нарцисса!» – указал Андрей глазами на монаха. «О! Пастор! Настоящий чемпион!» – восхищённо ответил Вомбл, подходя к отцу-нарциссу. «Я выдержал бы удар и поля Бэньена, но под ваш удар, пастор, я отстать никогда не рискну!» «А ту медную плиту я бы не протащил бы даже и десяти шагов!» Непонимающий по-английски монах молчал и позволял треперу ощупывать свои бицепсы. Он вообще ничего не понимал. «Что он его мацает?» Он стоял, растапырив руки с лицом, как всегда, неподвижным и хмурым. «Статуя!» «Стоит статуя, у статуи нету глаз!» «Ты не порти мне рассказ! У статуи нету глаз!» «Правильно?» «От так стоял, смотрел на него, с татуей!» Затем Вомбл познакомился и с дедом Македоном, Македоном Ивановичем, назвав капитана мистером-командантом и сэром. «Ну да! Команданта! Коменданта!» «Теперь познакомьтесь с моим другом», — подтолкнул он к русским второго, молоденького этого трепера. «Это тоже лесной бродяга, как и все мы!» «Парень молодой, но уже не зеленый и веселый, как сверчок!» «Его зовут Жюль Карент!» «Чтобы запомнить, ребята, Жюль Верн! Жюль! Жулики!» «Жюль Верн! Карент!» «Жюль» — это француз вроде же, да? А тут что было сказано? Канадян? «А чё он, Жюль?» «Вопрос! Французы на Канаде? Наверное! Ну, упустим! Поехали дальше!» «Зовите меня просто Жюлем!» — улыбнулся юноша открытой, ясной улыбкой. «Стрелять по вас отказался не только Тим! Все наши ребята отказались! А знаете почему?» «Эта красная девочка?» — кивнул Жюль на Эвику. «Эта девочка ещё на бриге рассказала нам. Кто вы?» «И каждый из нас тогда подумал. Стрелять в русских треперов, с которыми мы не раз встречались на охотничьих тропах, как так-то?» «Стрелять в храбрых, честных и весёлых ребят. Таких же, как и мы здесь!» «Этого не будет!» «Мы сказали ему, охотник не схватит за горло другого охотника! Никогда этого не будет!» «Как делаешь ты, пират! И как делает наш хозяин, Астар!» Зло вмешался в разговор Вомбл. «Однако ты не любишь Тимоша!» «Ой, не любишь ты своего хозяина!» И капитан улыбнулся. «А за что их любить-то, наших хозяев?» Крикнул Вомбл так, что дрогнуло аж пламя лампы. «Я из Мичигана. Хороший был край. А теперь его всё изгадили. Где леса, в которых охотились мой отец и мой дед? Где всё это?» «Какой-то делец этот, пират, вроде Астара, вырубал их на бумагу для нью-йоркских газет. Всё, подчистую!» «А что делают конкурирующие меховые компании, а?» «Наберут подлецов, вроде пинковских этих акульных детей, и пошлют их на охотничьи участки конкурента, на бобровые запруды!» «Бьют, выбивают этих несчастных зверей! И днём, и ночью бьют! Даже при факелах!» «Проламывают зверюшкам черепа дубинами! Ловят сетями! Стреляют из ружей револьверов!» «Пока не уничтожат всех! Всех поголовно! А потом польют бобровые хатки керосином! Чтобы во веки веков здесь не водились бобры!» «Аминь! И что, за это любить наших хозяев?» «Траппер говорил страстно и убеждённо!» «Поглядим, что ещё натворит наш Астар здесь!» «Ха-ха! Пастор! Астар! Здесь, на Аляске!» «Меня аж зло берёт, когда я гляжу на их эти все дела, поганые!» «Давно уже зло берёт!» «А вот что? Вот вопрос! Вот что мы можем сделать?» «Что могут сделать эти руки?» И он потянул руки с жилистыми узловатыми пальцами, руки, прорубавшие охотничьи тропы, строившие здесь зимовья, разводившие бесчисленные костры, не раз обмороженные и обожжённые, искусанные и исцарапанные зверями рабочие руки!» «Эти руки могут валить и корчевать лес, пахать от зари до зари, копать землю, дробить камень, бить и ловить зверя!» «Сильные, хорошие руки!» «Они могут творить чудеса!» «Но они бессильны перед этими Астарами!» Горько и безнадёжно закончил Уомбл. И эта безнадёжность никак не вязалась с его огромной, могучей фигурой, как скала. И он подошёл к сидевшему за столом капитану, и половицы под ним аж затрещали, будто кидали на пол кули с мукой. «Сэр, с вами, — говорит друг, — поверьте мне!» «Уходите отсюда!» «И как можно скорее!» «Скорее уходите!» «Вам грозит большая опасность!» «А почему ты так думаешь, Тимоти?» — спросил Андрей. Жюль случайно подслушал. Он подслушал разговор Пинка с Франтом, который сел на брик вместе с нами ещё в Нью-Арханджеле. «Бездельник с моноклем в глазу, чистенький, как новая иголка, а скользкий, как тот угарь. Ну, Жюль, рассказывай!» «Да, Пинк и этот Франт неразлучны, как рука с рукавицей!» — заговорил Карант. «Им нужно что-то получить от вас!» «Кровь из носа, но получить!» «Вернее, отнять у вас, как они говорили!» Пинк в тот раз был пьян, как лорд, и орал, что поймать вас надо обязательно, обязательно живыми!» «А потом, потом он спустит с вас шкуру, но своего добьётся!» «И кулаком, как даст по столу!» «Ну да, и Пинк это сделает, поверьте мне!» «Он и Ирода переиродит!» — сказал Вомбл. «А сейчас он особенно зол на вас!» «Ваша граната попортила ему!» «Попортила ногу!» «И опалила бороду!» И Жюль вдруг захохотал, весело и по-юношески звонко, закрывая даже от смеха глаза. «Слышали бы вы, как он взвыл, когда посмотрел в зеркало?» «От него на милю воняло палёной шерстью!» «Остатки пришлось даже сбрить!» «Теперь у него морда, морда как обглоданная кость!» «Пошёл за шерстью, а и сам вернулся подстриженным!» «И мой тоже совет! Уходите! Уходите немедленно!» «А ворыш, бороду подбрыли!» «Ха-ха-ха! Трошечки!» «Ох ты, палёная ты собака!» «А Пинк уже пробовал! Он пробовал выкурить нас отсюда!» «И шо? Показали, где сраки зимуют!» «Ха-ха-ха! Дали прикурить!» «И всё! Нехай ещё наведается!» «Гордо ответил капитан!» «Он решил завтра утром, завтра же утром разбить ваши ворота пушечными выстрелами!» «А в рукопашной вам не устоять!» «У меня в погребе пятьдесят! Пиесят пудов пороха!» «Придётся Джону Петельке собирать нас по кусочкам!» «Всё! Всё разлетится! К чёртовой матери!» «Шкипер уже разнюхал, где у вас пороховой погреб!» «Заметили, как осторожно стреляла его пушка сегодня днём!» «Заметили?» «Вы очень хорошо дрались, сэр!» «Позвольте пожать вашу руку!» «Протянул Вомбул свою руку!» «Вы непобеждённые!» «Вы уйдёте с поля боя с развивающимися знамёнами!» «Погоди, парень! Погоди!» «Отвёл глаза Македон Иванович, стыдясь внезапно появившегося подозрения!» «Погодите, парни!» «А як вы очутилися?» «Як вы очутилися на берегу?» «А?» И на лице у Вомбла появилось тоже смущение. «А мы в дозоре! Все трапперы в дозоре!» «Пинг пригрозил отправить нас обратно в Нью-Арханжелл, Кастеру на расправу, если мы не поможем ему, шерифу, поймать вас!» «Его пираты отрезали вас от моря!» «Пинг считает, что это самый опасный участок!» «Он уверен, что у вас спрятаны где-нибудь байдары!» «А байдар у нас нету!» «Покачал головой Македон Иванович!» «И мы не советуем вам бежать морем!» «У пиратов на готове китобойка!» «С лучшими грибцами!» «Уходите вглубь!» «Вглубь страны!» «С этой стороны наши дозоры!» «А все наши парни потому и согласились на эту подлость, чтобы помочь!» «Помочь вам!» «Уйти!» «Мы отвернемся, когда вы будете проходить мимо нас!» И Уомбл умно улыбнулся и даже подмигнул. И Македон Иванович поднялся, «Иначе он просто не достал бы до плеча этого треппера и крепко как вдарит его по плечу!» «А пинг же ж оторвет вам!» «Оторвет собака вам голову за все вот это!» «А это что?» «Схватил Карент ружье!» «Мы скажем шкиперу, что проспали вас!» «И пусть он идет к дьяволу!» «Ну, так просто, чтобы запомнили!» «Карент!» «Жюль сложил пальцы христом от дурного глазу и протянул их в сторону русских!» «Пусть будет легок ваш путь!» «Пусть сумки ваши всегда будут полны патронов!» «И пусть не отсыреет ваш труд!» «Аминь!» «Вы спасли нам не только жизнь!» «Вы спасли нашу честь!» И Андрей обнял Вомбла и крепко поцеловал его. А затем поцеловал и Жюля. «Глупость, говоришь, старшина!» Небрежно отмахнулся Вомбл. Но заметно было, что он был взволнован. И снова в голос его зазвучало тактичное, ненавязчивое, дружелюбое. «А потом, знаешь, нам стыдно!» «Ведь это мы пришли и выгнали вас из Аляски!» «А это ваша страна!» «Ну, теперь ты говоришь глупости, Тим!» «Ответил Андрей!» «Не ты выгоняешь нас!» «Ты знаешь, кто нас выгоняет!» «Знаю, старина!» «Великий доллар вас выгнал отсюда!» Вздохнул Вомбл. «Идем, Жюль!» «Нам пора!» «Не вздумал бы Пинг проверять наши дозоры!» «Прощай, красавица!» Подошел Жюль к Айвике. «Хотел бы я иметь такую красивую и храбрую подружку!» Карен говорил с ней по-отопасски. Айвика поняла и улыбнулась. «А где вы встретились с нею?» спросил вдруг Андрей. «Она вам не рассказала?» «Как она попала на берег, не знаю. А когда она проходила мимо нашего дозора, мы ее схватили. Нам сбрело в голову, что Пинг подкупил ее, и она пришла шпионить. Ох, как же она царапалась тогда, а? И кусалась! О, смотри! Это прям маленький храбрый терьер! Ну, а потом... Потом мы договорились. Она рвалась сюда, в форт, к седой голове и доброй Гагаре. «А я хоть и друг доброй Гагары, все же украду у него кое-что!» И француз вдруг схватил голову девушки обеими руками и звонко поцеловал ее прямо в губы. Айвика фыркнула по кошачьи и ударила в это трепера в грудь так, что тот аж пошатнулся, и захохотал довольный, будто получил ответный поцелуй. И, вскинув на плечи ружья, треперы пошли к дверям. Андрей и Македон Иванович, стоя в воротах редута, долго прислушивались к шагам уходящих друзей. И когда шум их шагов затих, прилетела вдруг пистня, пистня. Запел Вомбл громко, весело и радостно. «Страны чужие, нелегок путь, преградою лег океан». И в мягкий бас Вомбла вплелся звонкий тенор Карента. «Но руку мы можем друзьям протянуть из самых далеких стран». Вот это рифма, да, ребята? Рифмовато. Два голоса, переплетаясь, словно обнявшись, уходили далеко в ночь. Собирались торопливо, укладывая в походные мешки все необходимое для далекой и тяжелой дороги. «Лишнего не брать! Чуете? Лишнего не брать! Солдацька кладь! Це две ложки, да харчей трошки! И все!» Командувал Македон Иванович. «Шо, непонятно!» Засовывая в мешок пук сухой бересты для разжигания костров. «Всего лишь!» Он, кроме походного мешка, брал солдатский ранец с медным двуглавым орлом на крышке. В ранце были патроны, и ружейные, и револьверные, для маленького Андреева Ля Фоше. Андрей, кроме своего мешка, понесет мешок. «Мешок с золотом!» Отец-нарцисс молился в кладовушке за уходящих мира сего. Оттуда слышались печальные слова расставания. «Матерь Божия, Оди и Трия, странствующих заступница, спаси и сохрани несчастных сих в путь шествующих!» И Вика сидела около лампы, огонь которой напоминал ей родные костры. Не спуская глаз с Андрея, она рассказывала о пережитом ею за эти дни. Рассказывала только ему и только ему, только от него ожидая с трепетом похвалы и порицания. Нувуки связали, связали громовую стрелу и меня связали, но я выскользнула из ремней и бросилась на Нувуков с пеколкой. Я дралась храбро. «Похвали меня, добрая Гагара!» И она улыбнулась чуть напряженно. Я двоих ранила пеколкой, но их было четверо, а я одна. И они опять связали меня. «О! Вот твое бабье оружие! Получай! Распишитесь!» Протянул Македон Иванович Айвике тонкий кривой нож и добавил с шутливой строгостью. «Ты все тираешь, тираешь, а я за тобой подбирай!» И девушка обрадованно схватила этот нож и спрятала на груди. «Я не потерял пеколку, седая голова. Они выбили ее из моих рук. Потом они отвезли меня на свое большое каное, которое плавает без весел. А потом большое каное закачалось. И от этой качки я заболела, очень заболела. А потом, потом я уснула. Меня разбудила белая женщина. «О, она очень некрасивая!» Белое лицо, тонкие губы и эти слабые детские руки. «Наши женщины красивее!» «Но она была ласкова со мной!» Андрей, укладывая мешок, быстро обернулся. «Белая женщина была ласкова с тобой?» «Да, ласкова, как мать родная. Она сразу заговорила о тебе, добрая Гагара. «Ты спросишь, как мы говорили с ней?» Она пришла с белым человеком, у которого во рту было два языка. Язык моего народа и язык белых людей. Она спросила, здоров ли ты, что ты делал и что говорил, когда был в ситке, великом стойбище косяков. «И она любит тебя, добрая Гагара. Ее голос дрожал, когда она называла твое имя. И ты любишь ее. У тебя сейчас глаза, как у подстреленного оленя». «Это неправда, Вика. Белая женщина не любит меня. Я тоже не люблю теперь ее. Она мой враг. О чем еще говорила с тобой эта белая женщина?» «Белая женщина сказала, что тебя ждет смерть». Она сказала мне, «Ты видела Нувука, у которого на лице столько волос, что можно заплетать косы?» «Этот Нувук — самый большой колдун белых людей. Он убьет добрую Гагару. И очень скоро убьет». И я спросил ее, «А за что?» Женщина твоего племени ответила, «Слушай внимательно. У доброй Гагары есть талисман, который дал ему вождь, ваш вождь, Красное Облако». Я ответила, что знаю. Сахем дал его доброй Гагаре на реке Дураков. «А зачем они ходили на реку Дураков?» «Не знаю», — ответила. «Кто еще ходил с ним на реку Дураков?» «М?» «Мой брат, громовая стрела», — сказала. «А где он?» «Он умер на пыточном столбе в ситке». Хорошо умер. Он пел песню войны и смеялся, смеялся прямо в лицо своим врагам. И белая женщина сердито махнула рукой. «А мне это неинтересно. Какой это талисман? Ты видела его?» «Не видела, но знаю». «Это мешочек. Мешочек из оленьей, ровдуги». «Это злой талисман». «Он погубит добрую Гагару». «Откуда ты это знаешь?» «Белые люди все знают. От них нет тайн». «Вот так мы и поговорили. Быстро говорили. Надо было спешить. Надо было спасать тебя, добрая Гагара». И Андрей, сидевшим на своем мешке, нервно вскочил. На лице его было отчаяние. А Македон Иванович смотрел на него мудро и скорбно. «Я ж тебе говорил, шкура да и кости. Воно тебе треба. Скільки можно моргать моим одним единственным глазом?» И сейчас же сделал. И так хопа и моргнул еще раз. «Коли ты мене почуешь?» «Коли уже поздно?» «Все?» «О то!» «Ну, говори дальше, дальше, Айвика!» жестко крикнула Андрей девушке. «Все, говори!» Айвика заметила быстрый, гневный трепет его век. Напуганная и обиженная, она робко спросила. «А за что ты так сердишься на меня, добрая Гагара? Я женщина, а не Атаутл. И я спасла тебя хитростью. Это и есть оружие женщины. А нас было две женщины. Две хитрости!» Больше мы тогда не говорили. Мы услышали выстрелы, и белая женщина убежала. «А я поняла, что это ты, добрая Гагара, что это ты сражаешься с врагами. Я очень, очень испугалась. Злой талисман погубит тебя в бою». Я стучала в стены и в дверь, и я кричала. «Пустите меня к доброй Гагаре, пусть злой талисман убьет меня, пусть пули, стрелы и копья летят в меня, а не в добрую Гагару». Но меня не пустили. Потом выстрелы смолкли, и пришла белая женщина с двуязыким человеком. И я закричала. «Говори скорее! Злой талисман не убил добрую Гагару. Скорей говори!» И она ласково улыбнулась. «Еще нет! Но убьет, если ты не скажешь, где добрая Гагара хранит этот талисман. Может быть, он оставил его в ситке или передал другим людям на хранение? А может быть, прячет его где-нибудь в лесу? Отвечай скорее! Завтра утром Нувук-колдун с косами на лице убьет добрую Гагару. Завтра же! И что мне было делать? Вы мужчины, вы косяки, вы все знаете, а от вас нет тайн. Вот скажите, что мне надо было делать? Но ей так никто и не ответил. Все подавленно молчали, опустив головы. И Авика вдруг заволновалась, волнение ее было так велико, что казалось, она перестала дышать. Ну почему? Почему же вы не отвечаете? Страдающе спросила она. Тогда слушайте. Я не могла молчать. Я сказала все. И я спасла тебя, добрая Гагара. Я сказала так. Добрая Гагара носит талисман, мешочек из оленей ровдуги. Носит прямо на груди. Он нигде и никогда не будет его прятать и никому не передаст. Как ты это узнала все, Айвика? Андрей спросил тихо и напряженно, даже не поднимая головы. Так сказал мне еще мой брат, громовая стрела. Он сказал, когда я буду спать, ты не спи, а уберегай добрую Гагару. У него на груди, в кожаном мешочке, висит талисман Сахема. И пока этот талисман, у доброй Гагары ему грозит смерть. «Значит, это злой талисман?» спросила я. Брак ответил сердито. «Молчи, ты женщина, и тебе многое не понять. А если с доброй Гагарой случится зло, я убью себя и тебя, сестра моя. Охраняй, косяка, когда я сплю». «И я охраняла тебя, добрая Гагара. Охраняла по ночам. Я мало спала и здесь, в бараборе седой головы, и в ситке. Очень мало спала. Я смотрела на тебя, даже когда ты спал, и когда царапал кончиком пера свой вампум. Помнишь? Говори скорее, Вика, что же было дальше? Не мучай, измученно сказал Андрей. «Ты не хочешь похвалить меня, добрая Гагара?» И в голосе Вики прозвучала детская-детская жалоба. А белая женщина похвалила меня. Она погладила меня по головке и сказала. «Что ты говоришь со мной правдивым языком? Этим ты и спасешь, добрую Гагару. Надо отобрать у него этот злой талисман и отдать его Нувуку с волосатым, как у собаки, лицом. Тогда зло перейдет на волосатого Нувука. А как это все сделать? Думай сама. И я ответила. Я уже придумала. Отпустите меня к доброй Гагаре, и я принесу сюда злой талисман. Белая женщина сказала мне. Так будет хорошо. Идем за мной. И я пошла за ней и увидела небо, звезды и ваш огонек на берегу. И у меня сердце забилось, как птенец в руке мальчика. Белая женщина показала мне маленькое кожаное каное и говорит «Плыви! Плыви к доброй Гагаре!» А что было уже потом? Ты знаешь, добрая Гагара. Я все рассказала. Я и Вика замолчала, сложив руки на коленях. Она смотрела на Косяков и удивлялась. Почему это никто? Никто ее не хвалит. По лицу ее прошла первая тень беспокойства. Почему? Почему у вас такие зимние лица? Я что, плохо сделала? Седая голова. Отец мой, что, я плохо сделала? Македон Иванович молчал. Он так и не поднял головы. Смотрел себе в ноги. А Вика посмотрела на монаха, слушавшего ее рассказ в дверях кладовушки. И отец нарцисс вздохнул. И прошептал. Прошептал непонятные для нее слова. Спаси тебя, Христос, голубица чистая. Жертва ты невинная. И Вика встала и, сложив на груди ладони, подошла к Андрею. Добрая Гагара, скажи мне что-нибудь. Ну, скажи что-то. Эх, ты плохо сделала, летящая зарянка. Четко, раздельно и холодно сказал Андрей. талисман талисман я могу отдать только Сахему, только ему одному. А маленький наук с женскими косами на лице и белая женщина, они охотятся за мной, как волки на коребу, чтобы отнять этот самый талисман. Ну, если, ребята, такая уже, такая вот каша заваривается, так если она все рассказала ему, так намалюйте вы какую-то карту вообще левую им, намалюйте им что-то там, и хайты себе шукают, и все, и у него проблем, правильно, намалюйте им там какой-то смайлика, какую-то бибику им, и все, хай себе идут, шукают сусанины, и все, и проблема кое-как решится. Неужели они думали, что вот так вот она придет, возьмет и принесет ей все как надо? Тем более, неужели они не понимают, что она умеет говорить? и она им все расскажет, как все происходило? Естественно, они будут думать дальше, как поступить? Или вы думаете, что там никто так ничего не думает об этом? Как-то вот так странно. Ну да, тем более пришла же с двухъязычным два языка, как она говорит, переводили же все. Ну, и они понимали что-то, ну, в общем. И еще в прошлой части ребята тоже я не понимал. Когда они встречались с этим пинком, помните, они там разговаривали, что-то договаривались. Все войско было сзади, все было. Неужели они не могли тогда еще все порешить? Пык-трык-пык и все. Сразу же. Зачем там еще расходиться, пушками что-то стрелять? Тут всего лишь три человека, все. Ну, это как бы реальность. А здесь у нас, как говорится, художественный вымысел. Вот. Не надо все брать за чистую монету. Хотя всегда мы так делаем, размышляем. Ну, вот они договаривались сразу же, только открытое сразу, в голову и все. В лоб пулю и все. И нема проблем. Сразу же все будет понятно. И найдете этот и талисман, и карту, и все. И пошли работать на прииски, выкапывать золото. А с индейцами мы разберемся с этими индусами. Со всеми разберемся. А это только вопрос времени. И еще, ребята, по поводу казаков мне писали. Казаки, да, вы мне писали, что это в общем беженцы какие-то от царя. И они как-то это... Ну, а я читал, что казаки это как бы протестанты, что-то если сказать. Потому что казаки. Но мне представляется казак это шапка. конь, сабля, вот так. И самые популярные казаки, я что-то думал, что да, запорожские сич у нас вот это казаки. А я в гугле выбивал, набивал, говорят, что это донские казаки самые популярные, Белоруссия, вообще самые вот это славяне на территории России. Самые популярные казаки. и получается от них запорожские казаки или как. Вот интересно понять, откуда вообще это все пошло. Для меня казак это как что-то освобождение, несправедливость решать, вот что-то такое. А как оно вообще в реальности? Я думал, что запорожские казаки, вот просто я нахожусь на этой территории, понимаете. Вы тоже, наверное, думаете, что у вас донские казаки самые популярные. Я вот честно до этого момента думал, что запорожские казаки это самые популярные казаки и вообще самые знаменитые. Запорожская Сичь у нас, у нас, кстати, Запорожье, она же так и названа, Запорожье, потому что там была Запорожская Сичь. Попереду Дорошенко Тай женци жнуть. Да, вот эта песня, как это она? Песня эта. Гей долиною гей Тай женци жнуть. Вот что-то такая песня крутится у меня, песня. Это про казаков вообще или нет? Вот я действительно думал, что это, окажется, в Беларуси еще были казаки. И, кстати, правильно говорить казаки или казаки. Казаки Казаки кто как. Ну, а англики говорят косакс. Значит, видишь, у меня козаки. Начну с казаки. И по-украински, кстати, пишется козак. А говорится козак или козак. Вот тоже вопросы. Но я знаю, что по-украински, по-моему, козаки. Или казаки. В общем, заплутались вообще. Но по-русски я знаю, что казаки через А. Видите? А у них тоже вот косакс. Вот так вот. У них, значит, казаки тоже есть такое слово. Или это просто трансформировалось из нашего козаки и трансформировалось в английское козакс. Козак. То есть у них такого слова наверное даже и нету. Есть ли там английские казаки? Вот вопрос. В Европе были ли казаки? А в Англии, в Америке были казаки? То есть слово само вот это козакс. Это пошло наверное же от нашего слова. У них даже такого слова-то и не было. Видите, сколько вопросов интересных. Мы любим так копнуть, так глыбоко, да, чтобы все вот это вот до истины докопаться. На сегодня, ребята, у нас все. Ставьте, нравится, не забывайте, пишите ваши комментарии. Я читаю ваши комментарии, очень познавательные. По поводу казаков. Вот вы мне очень интересно написали. Как вы писали? Казаки наедут на Берлин. Песня такая есть. Едут, едут на Берлин казаки. Я смотрел даже слуха сегодня эту песню. Это в 45-м году она была популярная самая, да? Значит, и там были казаки. Ну, тут понятно, это же славяне мы боролись. И напоролись. Ну вот, ехали в Берлин, были, были. Тоже казаки. Ладно, ребята, мысли такие интересные. Философию заканчиваем. Шиндер-миндер на сегодня. Услышимся уже завтра. Это уже будет завтра, когда это будет? 17, ого, заводите будильники. Не забывайте подписываться, чтобы ничего не пропустить. Это я новеньким говорю. И знайте, что у нас снизу есть плейлист. Там все эти части, которые мы сейчас читаем, все будут находиться там. Они идут один за другим. И там целая библиотека наших рассказов. Снизу, прям под видео, все книги. И ссылка синенькая. Нажимайте и попадайте. Я их там сортирую. И они идут один за другим. Включаются автоматически. Заканчиваются следующие, заканчиваются следующие, следующие и следующие. И ничего не надо даже тыкать. Такой вам лайфхак. А на сегодня что? А на сегодня все. Спокойной ночи. Покедова.